Здравствуйте, это программа интервью в студии Татьяна Потанина. Говорить сегодня будем о безопасности на дорогах, тем более что до начала учебного года осталось чуть больше двух недель. Вот насколько готовы школьные автобусы, маршруты около учебных заведений к началу учебного года, а также насколько готовы сами городские дороги к более плотному трафику. Эти вопросы сегодня обсудим с нашим гостем у нас в студии Алексей Членов, начальник краевой госавтоинспекции. Здравствуйте. Добрый день. Начнем, наверное, с ремонта на дорогах. Есть за что похвалить дорожников, где дороги станут более безопасными? Наверное, все жители Красноярского края видели, что в этом году у нас ремонтируются дороги и в сельской местности, где практически никогда не было ремонта дорог. Было только либо ямочный ремонт, либо только асфальтированно. Сейчас приводят соответствие и автобусные остановки, делают правильные разносы их возле пешеходных переходов, непосредственно организуют площадки остановочные. Это хорошо видят жители Манского района, Партизанского района, где действительно ремонты сейчас идут у них. Что касается по городу Красноярску, здесь тоже есть объекты, которые ремонтируются, причем идет не просто так же, как я говорил, асфальтирование, а идет капитальный ремонт дорог, в частности улица Глинки, в которой будет реализована полностью все практически меры безопасности. По окончанию завершения работы это и разделение транспортных потоков в противоположных направлениях и установка новых светофорных объектов. Если мы говорим про улицу Вестынскую, улицу Гадышевку, там работы тоже самое выполняются, единственное, не в полном объеме в этом году выполнены не будут, потому что контракт предусматривает двухгодичное его исполнение и в следующем году уже дорога будет полностью соответствовать всем требованиям. Проверяйте маршруты, подходы к школам. Вот наверняка не везде все идеально. Какие самые распространенные нарушения? Что угрожает безопасности детей вблизи школ, может быть даже детских садов? В соответствии с ГОСТами у нас любой пешеходный переход вблизи образовательного учреждения должен иметь прежде всего искусственные неровности перед пешеходным переходом, ограждение пешеходное, а также светофорные объекты типа Т-7, это мигающий желтый фонарь. Если брать город Красноярск, то здесь уже на протяжении последних трех лет идет работа по усовершенствованию данных пешеходных переходов, они приводятся в соответствие. В этом году так же самое, где проводится ремонт на улицах, вблизи образовательных учреждений, тоже они будут все приведены в соответствие. Контрольная точка для нас это 25 августа, когда полностью будут все комиссионно обследованы пешеходные переходы и будет принято решение. Есть недочеты, хотя они все уже давным-давно известны, то, что должно соблюдаться. К сожалению, где-то кто-то всегда пытается сэкономить у нас именно на детской безопасности. Здесь сотрудники госавтоинспекции реагируют и в любом случае выдаются предписания на устранение тех или иных недостатков. Но прежде всего, расширенные недостатки, это недостаточное финансирование на устройство светофоров, как я говорил уже, типа Т7, а также пешеходного ограждения. Если разметка у нас наносится везде, где есть асфальтобетонное покрытие, то эти мероприятия подрядчик и собственник дороги пытаются минимизировать, ссылаясь на то, что не хватает финансирования. Без вашей подписи или с вашей отметкой все-таки школы могут принять? И как дальше вообще с этим вопросом? Да, в этом году уже на законодательном уровне сотрудники госавтоинспекции входят в комиссию по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Единственное, что мы проверяем не само учебное заведение, а уличную дорожную сеть, которая прилегает к образовательным учреждениям. Безусловно, если там будут какие-то недостатки, мы эти все недостатки отразим. Да, на открытие школы к новому учебному году это не повлияет. Но это будет, во-первых, уже информация направлена сразу же в прокуратуру, где сотрудники прокуратуры совместно с госавтоинспекцией будут принимать соответствующие меры к понуждению собственника дороги привести все в соответствие. Если брать информацию за последние три года, то таких учебных и образовательных учреждений у нас становится меньше, которые не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются. А вы также проверяете школьные автобусы и их состояние. Это тоже очень важно. Ребятишек возят в соседние, может быть, населенные пункты. А какие требования к водителям, если очень тезисно, скажем так, и к автобусам? Что необходимо, чтобы какие были качества у водителя и какие характеристики у автобуса? Водитель, прежде всего, должен быть у него стаж вождения именно автобусом, подтвержденный не менее трех лет. А также он не должен за последний год иметь нарушения в виде, где меры ответственности, это лишение права управления. Ну и, соответственно, помимо этих требований, мы тоже самое смотрим все нарушения водителя. Если есть у нас так называемые злостные нарушители, даже там не было лишения права, мы, соответственно, информируем школу, чтобы они на это обращали внимание. То, что касается транспортных средств, это, прежде всего, транспортное средство должно иметь соответствующую цветографическую окраску. Это, как мы сейчас видим, это желтый автобус с установленным проблесковым маячком. Также этот обязательно автобус должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. И на нем должен быть установлен тахограф, который контролирует время режима работы водителя. На данный момент у нас проведена проверка порядка 70% парка автобусного, который будет задействован в этом году на перевозке детей. Также говорю, что 25 число он полностью будет закончен. В этом году мы привлекаем к данной проверке, не только сами проверяем, но также привлекаем и сотрудников органов управления образованием, а также те же самые родительские патрули, чтобы они действительно видели, в каких условиях будут перевозиться дети. Но есть сейчас из 70%, которых вы проверили, тех, которые, я не знаю, не допустили до маршрутов? Есть незначительные недостатки, где необходимо поменять либо стекло, на котором имеется трещина, где-то необходимо поменять авторезину, где имеется износ. Эти недостатки устраняются. В любом случае, к 25 числу полностью весь транспорт будет проверен. Если будут выявлены серьезные нарушения, каких пока на данный момент, я говорю, нет, то тогда будет принято решение запрещения движения. Но надеюсь, что в этом году весь транспорт выйдет без каких-то заминок. А что касается дорог, по которым ездят эти проселочных, скажем так, межпоселковых, там есть у вас какие-то замечания? Работы также идут в этом году. Я также говорю, что там есть у нас и грядирование дорог, где необходимо нанести, где проходят школьные маршруты, у нас наносится разметка. Везде, как я и говорил, срок 25 августа. То есть к 25 августа у нас будет информация. Да, действительно, где-то еще, возможно, не успели зайти дорожники, обновить разметку. Но в любом случае все предписания выданы, и они будут исполнены. Если не будут исполнены, то, конечно, мы будем со своей стороны принимать меры реагирования. Что касается работы госавтоинспекторов в преддверии, вот прямо 1 сентября, на дорогах, может быть, вблизи учебных заведений, в каком режиме вы будете работать? По традиции, 1 сентября сотрудники госавтоинспекции будут работать на всех пешеходных переходах, которые находятся непосредственно вблизи образовательного учреждения. Для того, чтобы, во-первых, напомнить навыки нахождения на проезжей части для наших ребятишек, которые за лето, может быть, где-то были у бабушки в деревне, не были, отвыкли от той суеты, которая в городе. А также оказывать им содействие в безопасном переходе, как на учебу, так и с учебы. А можно все-таки говорить, что в первых числах сентября, может быть, как-то аварийность увеличивается на дорогах, по вашим данным? Как правило, с учетом того, что у нас возвращаются многие из отпусков, транспортный платок становится более плотный, поэтому имеются заторовые ситуации, но аварийность за последние три года у нас ни резко, ни в эти дни не возрастает. То есть, видно, люди уже адаптируются и прекрасно понимают, что необходимо двигаться с соблюдением всех правил дорожного движения. Безусловно, сотрудники госавтоинспекции будут работать на всех ключевых перекрестках и контролировать ту ситуацию, которая происходит. Как в городе, так и на федеральной трассе, на краевых автодорогах. Наряды наши будут работать. Тем не менее, аварийность с участием мотоциклистов за последнюю неделю, насколько мне известно, увеличилась. Достаточно много таких аварий. Вот вы с чем это связываете? Прежде всего, если брать анализ аварийности с мототранспортом, это у нас как раз отдаленные сельские поселения, где, к сожалению, лица, садящиеся за управление данным транспортным средством, в основном это уже маргинальные личности, которые неоднократно попадали в поле зрения сотрудников госавтоинспекции, не имеют либо лишены права управления, и, к сожалению, употребив спиртные напитки, садятся за управление транспортным средством, и происходит либо обракидывание, либо съезд в Кювет, где они сами страдают. А в городах, в том числе в Красноярске, очень много на мотоциклах тоже ездят, перестраиваются, вот я сама видела, из ряда в ряд очень резко. Вот здесь много нарушений в городе? Если брать город Красноярск, с учетом того, что здесь у нас работает и мотовзвод, то грубых нарушений практически не фиксируется. Да, есть случаи, которые на нашей памяти есть, это за только август и ювел месяц, это два дорожно-транспортных происшествия, где в одном погиб сам водитель мотоцикла, но мы видели, что до этого сколько раз он нарушал правила дорожного движения, и второй, где погибла девушка-пассажир мотоцикла. Такие ситуации у нас происходят. Но количество выявляемых и фиксируемых нарушений со стороны водителей мототранспорта в городе Красноярске снижается. Это говорит о том, что здесь действительно дисциплина повышается. Ну и прежде всего, вы сами видите, по крайней мере процентов 80 мототранспорта, который сейчас передвигается по городу Красноярску, он уже весь имеет государственные регистрационные знаки. Это говорит о том, что дисциплина повышается. Ну и не могу я не спросить, конечно, о работе ваших инспекторов в Ачинском районе вот при взрывах на воинской части. И ваше впечатление о том, что происходило там? И вы сами там работали? Безусловно, после того, как прошла информация о данных событиях, сотрудники госавтоинспекции также приняли активное участие в регулировании движения, потому что мы видели, что был на дорогах очень уплотненный поток, поэтому были расставлены на ключевых перекрестках в Ачинске первоместный отдел госавтоинспекции. После этого в течение 7 часов на территорию Ачинска прибыла группировка госавтоинспекции Кемеровской области, где наши коллеги также внесли службу в течение суток, регулировали движение, потому что у нас был там перекрытый участок объездной дороги, по которой происходит федеральная трасса через Ачинск. Все транспортные средства сбрасывались на альтернативный путь движения, а здесь необходимо было ввести как разъяснительную работу, так и направлять соответствующее движение. Ребята отработали достойно, после этого уже сотрудники полка ДПС и спецроты управления ГИБДД прибыли также на территорию Ачинска и несут там службу. В настоящий момент там несут службу также сотрудники подразделения Минусинского, Шушинского госавтоинспекции. В чем заключается работа? Это прежде всего регулирование дорожного движения на сложных участках местности, а также досмотр транспортных средств с целью недопущения перевозки незаконных предметов. Вы можете тоже обратиться к водителям. Вот в преддверии 1 сентября какой-то совет дать, чтобы не увеличить ни вашу статистику, да, и не подвергнуть опасности жизни на дороге ни ребятишек, ни тех, кто вернется уже в город после отпусков. Какие правила вот стоит соблюдать? Прежде всего водителям, которые управляют автомобилем, должны прекрасно понимать, что ребятишки, которые вернулись с места отдыха до настоящего времени и до 1 сентября, они еще не адаптируются к той сложной дорожной обстановке, которая происходит у нас в городе, складывается. И здесь водитель должен быть наиболее внимательный. Убедительная просьба не пользоваться гаджетами и быть внимательными. Где-то даже, может быть, подъезжая к пешеходному переходу, либо в дворовых территориях, снизить скорость, чтобы контролировать свое транспортное средство. Спасибо. Я надеюсь, эти советы услышат водители и аварий не будет на дорогах с 1 сентября больше. Я напомню, что сегодня мы разговаривали с начальником Краевой госавтоинспекции, с Алексеем Членовым о безопасности на дорогах. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин